Добрый день, уважаемые участники этой сессии. Мне очень приятно видеть, что много молодых участников на сегодняшних заседаниях. Это, конечно, вдохновляет, я бы сказал. У нас доклад связан с разработкой новых способов утилизации отходов предприятий угольной энергии. И несколько слов о постановке задач. Несмотря на активное развитие ядерной энергетики в середине прошлого века, вклад угля в производимую электроэнергию остается достаточно большим. В мире это 40%, а у нас, в стране, поменьше 25%. Доказанные запасы месторождения угля в мире составляют порядка 1 триллиона тонн. И в этом общем объеме наша страна занимает второе место. Около 15% всех запасов угля находятся в Российской Федерации. Мы уступаем только США в этом показателе. И подсчитано, что при нынешних темпах потребления этих запасов угля в нашей стране хватит на 375%. Основными твердыми отходами предприятий угольной энергетики являются зола уноса и шлак. Причем зола – это основной отход порядка 80%. Общий мировой объем твердых отходов предприятий угольной энергетики в 2005 году составил 500 миллионов тонн, а в 2015 уже 750 миллионов тонн. При этом доля утилизации этих отходов весьма низка. В среднем в мире это 25%. У нас в стране только 10%. Ну, для сравнения, в США 64% отходов утилизируется в Японии 97%. И к настоящему времени у нас в стране общее количество отходов предприятий угольной энергетики составляет порядка полутора миллиардов тонн. А по территории это фактически территория Мальчика. То есть это весьма большие территории. Основным направлением утилизации золослаковых отходов являются строительные индустрии. Высококальцевые золы в качестве вяжущих будут использованы, а низкокальцевые – как мелкозермистый заполнитель и бетон. И в последние годы развивается еще одно направление утилизации таких отходов – получение геополимерных материалов. Геополимерный материал относительно новый вид материала, и они привлекают внимание как потенциальная замена традиционного портландцемена в связи с высокой механической прочности, огнестойкости, фотостойкости. И вот благодаря этим качествам геополимеры могут использоваться не только как строительный материал, но и как матрицы для утилизации тяжелых металлов и радиоактивных отходов. Несколько слов о том, что такое геополимеры, как их получать. Геополимеры или вяжущая щелочная активация – это вяжущая система на основе тонко измельченных природных или техногенных алюмосиликатов, сотворяемых щелочным агентом. В качестве щелочного агента обычно используется раствор гидрокиданатля или жидкости. Операции получения геополимеров включают смешение тонкомолотого сырья со щелочным агентом формования и твердения. Прием для получения геополимеров может быть метакаолин – это продукт термической активации каолина, золы, уноса, ТЭЦ и металлургические шлаки. Основным достатком золы, как сырья, для получения геополимеров является ее низкая реакционная способность по отношению к щелочному агенту. И поэтому в данной работе мы поставили цель повысить реакционную способность золы за счет, во-первых, ее механактивации, и, во-вторых, за счет введения добавок карбонатных минералов, а именно кальцита, долонита и магнезита. И посмотреть, как вот эти факторы повлияют на прочность геополимеров. Объектом исследования у нас была зола Апатистская ТЭЦ. Это низкокальцевая зола, ее химический состав приведен на слайде. Минеральный состав золы представлен алюмосиликатная стеклофаза. И вот здесь на изображении видно сферы. Это вот как раз и есть, это самая стеклофаза алюмосиликатная. Ну, в качестве кальцитических фаз, залевых присутствует, альфакварцин, нулит. В качестве карбонатных добавок мы использовали природный кальцит Кавдорского массива, доломит китанского месторождения, Рыкеровский-Апатистский район, и также магнезит, который производит предприятие группы магнезит, Челябинская область. Механоактивацию смеси золы и карбонатов проводили в центробежно-планетарной мельнице АГО-2 при их времени активации не более 400 секунд. Условия активации проведена. Как синтезировали геополимеры? Содержание карбоната, композиция золой, изменялась от 1 до 10%, в качестве щелочного агента применяли раствор геополимеров, и после формирования образцов они твердели при комнатной температуре, без нагрева, при влажности порядка 95-100%, и затем через определенные промежутки времени их испытывали напротив. По данным сканирующей электронной микроскопии, при механоактивации происходит существенное уменьшение размеров частей золы и разрушение вот этих сфер алюмосилика. И видно, что после 180-секундной контактивации практически все сферы разрушены. Теперь посмотрим, что происходит с композицией, с результатами контактивации по данным энергии нахвазована. Здесь под номер 1 приведена реминограмма композиции на основе золы с 5% кальцита. После 30-ти секундной контактивации, а под номером 2 в той же самой композиции после 180-ти секунд. Видно, что в результате механоактивации и большее уменьшение интенсивности и уширение покерпевают птики кальцита по сравнению с птиками квакса и мулита, которые присутствуют в золе. И вот это связано с существенным нарушением структуры карбонатного минерала данного птика кальцита. И вот такие изменения связаны с различной твердостью этих минералов. Так вот, твердость по скале муоца для квакса мулита и кальцита составляет, соответственно, 7, 6,9 и 3 вниз. И на этом же слайде под номером 3 приведена рентгенограмма геополимера на основе этой же композиции после 180-ти секунд. Из сравнения вот этой рентгенограммы геополимера с аналогичной рентгенограммой смеси видно, что новых рефлексов не появляется и продукт геополимеризации, в данном случае рентгеномор, а его появление действует появление голов, в области примерно 25-35 градусов по скале 2 дэта. И этот продукт геополимеризации так называемый алюмосиликатный кидрогель. Это основная цементная фаза геополимерных ядочек. Если мы рассмотрим геополимер с большим содержанием кальцита, 10% кальцитных композиций, то здесь появляются отличия, а именно появляется новое образование в геополимере. В данном случае таким образованием является ватерит. Ватерит – это имеющая форму кальция и СО3, то есть это полиморфная разновидность карбоната кальция. И, значит, кроме ватерита, по данным микрозондового анализа в этой же композиции была еще одна фаза обнаружена новая, а именно гидроксид кальция. Вот здесь она под номером 3 показана на всем изображении. Как образуются эти фазы ватерит и гидроксид кальция? Через стадию растворения кальцита и дальнейшей кристаллизации. И вот как мы увидим в дальнейшем, образование этих фаз очень важно с точки зрения прочности геополимеров. Для геополимеров на основе композиции золы с доломитом также была выявлена только одна уже новая твердая фаза, а именно ватерит, которая была также выявлена и для кальций. Она видна вот на генограмме под номером 3. А вот в случае композиции с магнезитом новых твердых фаз не выявлено, кристаллические. То есть единственным продуктом геополимеризации является алюмозиликатный гидрогид. Перейдем к основной характеристике геополимеров прочности. Здесь представлена геограмма прочности геополимеров на основе композиции золы с кальцитом в возрасте 7 суток в зависимости от содержания кальцитов в композиции. И вот четко видно, что с ростом содержания кальцита прочность растет. Причем вот если мы возьмем композицию с 10% кальцита, то прочность геополимеров на основе 8,3,5 и 2,9 раза больше, чем для композиции на основе бездобавочной, то есть 100% золы для 30, 180 и 400 секунд механоктивации соответствия. Более того, очень важно отметить, что здесь проявляется так называемый синергетический эффект. Другими словами, если мы берем и проводим совместную механоктивацию золы с кальцитом, то это дает для прочности геополимеров больше, чем раздельное применение механоктивации золы и просто введение золу кальцитов. И вот это очень важно на самом деле, то есть мы получаем здесь дополнительную прочность за счет вот этого синергетического эффекта. Очень интересную информацию и полезную дает калориметрия для изучения процесса образования геополимеров. Здесь представлены кривые скорости тепловыделения при утвердении механоктивированных композиций на основе золы и кальцита. И вот видно, что кривая 5 для 10% кальцита имеет максимальную скорость тепловыделения. Что это означает? Это означает, что скорость образования вот этого самого алюмосиликатного гидрогеля максимальная по сравнению с другими композициями. А минимальная как раз скорость кривая 1 соответствует без добавочек. То есть 100% важный вопрос. Как связана прочность геополимеров с их микроструктурой? Здесь представлено СМ-изображение геополимеров А. Это на основе 100% бездобавочный залык. И мы видим, что геополимер характеризуется достаточно большим количеством пор. А чем больше пор, чем больше их размер, тем, соответственно, прочность меньше. И, напротив, если мы рассмотрим геополимеры на основе композиции с 5% кольцита изображения и 10%, то такие геополимеры как раз имеют более плотную однородную структуру, что, конечно, согласуется с данными по прочности, которые были представлены ранее. Сравним, как влияет добавка магнезита, галамита и кольцита на прочность геополимеров в возрасте 7 суток. Следующие тенденции галамит и особенно кольцит заметно повышают прочность геополимеров при увеличении его содержания в композиции. А вот добавка магнезита практически не влияет на прочность. В возрасте 28 суток аналогичные тенденции и даже мы видим, что в случае магнезита при небольших содержаниях снижение прочности происходит геополимеров. А в случае галамита и кольцита прочность только возрастает. Ну и аналогичные тенденции для более зрелых геополимеров, в возрасте 180 суток. Как влияет природа карбонатного минерала на процесс геополимеризации и прочность? Вот здесь представлены данные по прочности для геополимеров на основе композиции золы с магнезитом, галамитом и кольцитом в возрасте 7, 28 и 180 суток в зависимости от содержания оксида кальция минерала. Четко видно, что чем больше минимальное содержание кальция в магнезите, естественно, и в ряду магнезит, доломит, кольцит, содержание кальция минералей возрастает. Чем больше кальция, тем больше прочность. И вот кальций действительно играет ключевую роль в повышении прочности. По-видимому, он входит в состав геополимерной матрицы и повышает ее вяжущие свойства. Еще один важный фактор — скорость образования гидрогета в основной цементной фазе. Вот эти самые новообразованные фазы, о которых было сказано ранее, содержат активные центры, которые ускоряют образование гидрогета. И мы видели, что в случае кольцита это две фазы, в случае доломита одна, в случае магнезита таких фаз не было. Это тоже объясняет вот такой характер поведения в зависимости прочности от содержания кальция гидроли и содержания новообразованных фаз. И в заключении хотелось бы отметить следующее. В литературе есть работы, которые посвящены повышению прочности геополимера за счет проведения механоктивации золы или за счет добавки карбоната, в частности кольцита, доломита. А вот отличительной чертой нашей работы является совместное применение механоктивации и кольцита и доломита, что было сделано впервые. И вот основными результатами является проявление синопетического эффекта, который существенно повышает прочность геополимера. И основную химико-механическую характеристику. благодарности и спасибо за внимание. химико-механическую